Добрый день, дорогие друзья! Вышел новый номер литературного журнала Симбирск. Номер молодежный по составу участников и по общему замыслу. Он объединил разных авторов – ярких, одаренных, самобытных – из других городов России. И, конечно, в этом номере представлены ульяновские поэты и прозаики – наша литературная молодежь, на которую мы возлагаем большие надежды. Хочется представить вам одного из талантливых ульяновских молодых поэтов – Александра Дашко. Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас! Меня зовут Александр Дашко. Я молодой поэт, член Союза писателей России, постоянный автор журнала Симбирск, автор книги стихов «Болевой порог», ряд областной поэтической премии имени Николая Благо. Стихи я начал писать в 12 лет. Сначала это были какие-то природные зарисовки, какие-то мои юношеские эмоции. Потом меня стали волновать более серьезные темы. Потом я познакомился с нашими взрослыми ульяновскими мэтрами, которые давали мне очень хорошие советы по поводу творчества. Стал публиковаться, стал ездить на различные всероссийские мероприятия и в прошлом году вступил в Союз писателей России. Если говорить о каких-то творческих принципах, то я являюсь сторонником, конечно, продолжения традиций литературы. Сейчас при том обилии какого-то постмодернизма, при том обилии конъюнктурной литературы, традиция уже становится неким авангардом. Если раньше авангард это был футуризм, это был Маяковский, это были Бурляки, там еще что-то. Сейчас авангардом является традиционная литература, потому что она находится в некотором таком вакууме, к сожалению. Творчество мое охватывает разные темы, я стараюсь не замыкаться на одной теме. Конечно, молодые часто пишут о любви, но я считаю, что все творчество происходит от любви, именно от любви к человеку, от любви к родине, к своим близким, к своему городу. И темы в творчестве разные, но я думаю, что сейчас вы это услышите сами. И начну я, скажем, стихотворное выступление с того стихотворения, с которого обычно всегда начинаю творческие встречи. Граненый лед моим растоплен жаром, дыханием касанием простым, смурное небо старым самоваром пускает серый, в клочья рваный дым. А мне бы чай, какая незадача, у бога, видно, кончилась вода, растоплен лед, но снег кряхтит, как кляча. Увы, борьба, удел наш навсегда. Идти в пургу, пусть даже на удачу, споткнуться, поскользнуться и упасть. Быть может, кто-то все же выдаст дачу за эту неразмененную страсть. Тогда какой-то голос незнакомый меня вдруг спросит, будто невзначая, ведь хорошо, что в пору-то истомы на небесах не пил ты с богом чай. Я пойму, что падал я не даром, души сдирая кожу, а пока смурное небо старым самоваром пускает серым дым облакам. Отдельным особняком в моем творчестве стоит тема детства, потому что детство, наверное, это самое важное время в жизни человека, самая важная часть, потому что именно то, что человек закладывает в детство, те детские впечатления, те образы, которые он увидел, они остаются человеком на всю жизнь. Рождество прошло, и мандарином в комнате пропахло, все подряд. Только ангел маленький покинул елку. Там, где вечный снегопад, он сейчас, наверное, летает, смотрит сквозь снежинки и грустит. Ну а мальчик маленький мечтает, и в окно так пристально глядит. Там дома, деревьев, очертания, там замерз какой-то странный мир, там усталый ветер подметает, очень крепко всех обматерил. Мальчик верит, что вернется ангел, с кухни слышен громкий смех отца. И забыв все звания и ранги, чуть коснется чистого лица. Мальчик ждет, а рядом гаснет елка. Спать пора, ведь школа впереди. Он уйдет, но, жаль, не знает толком. Ангел никогда не прилетит. Ну и, конечно, как мы уже говорили, тема любви очень важна для поэта. Каждый настоящий поэт обязан писать о любви в той или иной мере, в те или иные периоды, в том или ином контексте. Поэтому прочитаю несколько стихотворений о любви, разных по настроению и разных по, собственно говоря, той мысли, которые я хотел в них доложить. Будто капля акварели скверной, засыхает лужа во дворе. Мы с тобой не встретимся, наверное, в невозможном теплом сентябре. Бабье лето пролетит, как праздник, только я неветреный поэт. Я, как робкий, сонный первоклассник, уроню помявшийся букет. И уйду по раскаленным листьям, словно йог по колющим гвоздям, потому что боль меня очистит, потому что в счастье жить нельзя. А наутро бородатый дворник, лишь перцовкой горло промочив, раскидает листья по задворкам и забудет осень мотив. Твой взгляд, как у женщины ремарка, он мне говорит не спеши, украдкой блуждая по парку твоей заповедной души. А в парке по-летнему ярко и столько простой красоты Иду, как героя ремарка, и скромно ворую цветы. И как от кубинского рома хмелеет моя голова, в тебе ничего не знакомо, а только знакомы слова. О чем-то пока что далеком, бросающем в мелкую дрожь, как будто бы я одинокий попал под нечаянный дождь. Я счастлив промокнуть до дрожи, и хоть о любви не пою, твой взгляд ни на что не похожий запомню, как юность свою. На мокрый снег стекают слезы, я знаю, нам не по пути, но верю, что еще не поздно сказать последнее прости, но как последнее причастие мой голос ветром заглушен, как снег на шапке тает счастье. Я был по-зимнему влюблен, любовь зимою больно ранит, хоть эпизод в моей судьбе, и словно титры на экране, твой поцелуй в кромешной темле. Но все-таки любовь не всегда бывает такой грустной, иногда бывает счастливая любовь, и вот поэтому несколько стихотворений на такой, так скажем, светлой, счастливой любви. Все твои беды себе заберу, Только не бойся разбиться В небе, в пустыне, в холод, в жару Буду я маленьким принцем, Станет лишь пылью тяжелый песок, Будут песочницей дюны, Я обниму, поцелую в висок, Волосы гладя, как струны, В ней молодых пролетит карусель, Счастье устанет кружиться, Жизнь корабль наткнется на мель, Слезы не смучат ресницы, Но, как и прежде, я руки твои Снова сожму и согрею. Сможет ли время нас перекроить? Думаю, что не посмеет. Может, оно разлучит нас с тобой Не на секунду, на вечность? Что ж, безымянной я стану звездой Где-то в галактике млечной. Если случится, что я упаду, Вечер стеклянный ранний, знаю, Заметишь ты эту звезду И загадаешь желание. Александр Дашко Хорошо знаком читателям В нашей глубинке. Он частый гость В районах Ульяновской области И вместе с проектом Литературная филармония Побывал во многих местах Нашего края. Несколько таких стихотворений На патриотическую тему О России И какие-то мои Размышления о Родине. По весне так ветрено Над Волгой Словно страной ураган С неба смотрит Пристально и долго Вниз Голубоглазый мальчуган Облака Безудержные кони Тень оставят На его челе Он заплачет И, конечно, вспомнит Что однажды Было на земле И дожди Прольются над Россией Одарив цветением Каждый сад Мальчик вспомнит Что он был мессией Но забудет То, как был распят Посреди цветения Не иначе Потеряет жизнь Привычный ход Вновь придет Голубоглазый мальчик И в руках Россию понесет Есть такой Замечательный праздник Очень весенний Очень светлый Радостный праздник Праздник Сорока сороков Или, как если говорить правильно По церковному Праздник сорока Севастийских мучеников Этот праздник Который отмечается В марте Считается Началом весны Я помню всегда В моем детстве Бабушка По старой Доброй традиции Пекла Сорок Жаворонков Из теста И когда я недавно Как раз На этот праздник Вспоминал об этом У меня появились Такие строки Когда холодно У белоснежных одежды Сорок птиц Сорок певчих святых Охраняет Сорок певчих святых Сорок певчих святых святых Я вдыхаю До дрожи Запах этих минут Я вдыхаю И тает На груди Липкий снег До убогого Рая Не добраться Вовек Я вот Я вот Я вот И всегда Когда куда-то едешь Особенно Куда-то Где-то Вот За городом Видишь Что По обочинам Вот Около Деревень Есть много Маленьких Сельских Кладбищ И что-то в этом Есть невероятное Такое Берущее За душу Трогающее сердце Эти Старенькие Сельские Кладбища Наверное Именно Они Показывают Насколько мы Русские люди Бережем Память О своих Родных Близких Но безвременно Ушедших От нас И однажды Когда весной Мы проезжали Такое сельское кладбище У меня сложилось Такое стихотворение На сельском кладбище Сирень Под перьевыми Облаками И в этот Кроткий Майский день Играет Яркими Мазками И в этой Солнечной Тиши Она совсем Не увядает Здесь время Вовсе не спешит В чужие Пасмурные Дали Кто нас Покинул В лепестках Сирень Этой Расцветает Чтобы душой Хотя бы Так На миг Остаться В белом мае И тешусь Мыслю я Одной Под облаков Прозрачной Стай Что всяк Ушедший Хоть весной На три мгновения Воскресает Александр Организатор Он возглавляет Совет Молодых Литераторов Ульяновской Области И Благодаря Его деятельности Творческие Силы Литературной Молодежи Объединяются И Молодые Авторы Проводят Свои Семинары Встречи Литературные Вечера Презентации Сборников И мы рады Что у нас В Ульяновске Такая Литературная Смена Растет Проявляет Себя И Выходит К широкому Читателю Хотелось бы Несколько слов Сказать О работе С молодыми Писателями Которые Сейчас Проводятся В рамках Союза Писателей России Два года Назад При Союзе Писателей В Москве Был создан Совет Молодых Литераторов Который Направлен Именно на то Чтобы Работать С молодыми Начинающими Авторами Помогать Им развиваться Расти Помогать Донести Их творчество До читателя И Первоначально Совет Молодых Литераторов Задумывалось Как некое Объединение При Союзе Писателей России Куда бы Каждый Мог прийти С своими Текстами Обсуждать Их Но Со временем Идея Разрослась И Разрослась И Теперь Во многих Регионах России Есть Свои Отделения Совета Молодых Литераторов Мы Провели Уже Достаточно Много Мероприятий То есть Два Больших Всероссийских Совещания В Московском Государственном Институте Культуры Вот Всероссийские Совещания Молодых Писателей В Уфе Краснодаре Челябинске И Конечно В Ульяновске То есть В Ульяновске В прошлом году Прошло Замечательное Мероприятие Которое Называлось На родине Гончарова Которое Называлось На родине Гончарова В котором Приняло Участие Более Пятидесяти Молодых Поэтов И прозаиков Из 21 Региона В том числе Наши Ульяновские Писатели Поэты И Молодую Поэтессу Марию Богдан По итогам Этого Совещения Рекомендовали К вступлению В Союз Писателей России Чем Занимается Совет Молодых Литераторов Прежде всего Это конечно Организация Таких Всероссийских Мероприятий Куда приезжают Люди Из разных Регионов Где они Могут Поделиться Своими Текстами Где они Могут Получить Профессиональную Рекомендацию От взрослых Мастеров Где они Могут Обсудить Тексты Друг с Другом Ну и Вообще Наладить Какие-то Связи Между Другими Регионами Также Совет Молодых Литераторов Налаживает Контакты С крупными Всероссийскими Региональными Изданиями Где также Печатаются Молодые Авторы Одним из Достижений Совета Молодых Литераторов Стал выход Антологии Молодой Русской Литературы Заря Которая Вышла К юбилею Союза Писателей России К 60-летию В декабре Прошлого Года Когда вошли Авторы Из очень Многих Регионов От Якутии От Якутии До Калининграда Вот И Книга получилась Очень солидная Вышла она В издательстве Вечи В Москве Ваш покорный Слуга Тоже там Печатан Вот Третье направление Это работа В регионах Которая Проводится Непосредственно На местах Наш совет Молодых Литераторов Реновской Области Образовался В сентябре 2017 Года Туда Вошли Активные Талантливые Молодые Люди Мы стали проводить Различные Мероприятия Вот Семинары Активно Участвовать В культурной И литературной Жизни Города Вот И Очень отрадно Видеть Что Многие Авторы Которые Пришли В наш совет Молодых Литераторов Сейчас уже Являются Заметными Фигурами На литературной Карте Как Нашего региона Так и На всероссийской Литературной Карте Еще несколько Стихотворений О любви Вот Я люблю Бывать в Москве В Москве У меня есть Любимые места И одно из них Это парк Сокольники И в прошлом году Я впервые Побывал В зимних Сокольников Сокольниках Незадолго Перед Новым Годом Это конечно Очень дивное Зрелище Украшенный парк На предчувствие Праздника И все это Не могло Не вылиться Не вылиться В строки Ах Сокольники Зимние Новогодьем Горят На катке В легком Ине Кружит Стая Девчат И с улыбкою Ветренной Ускользают По льду Я вперед В разноцветной По аллее Иду Огоньки Рассыпаются Словно Тысячи звезд Жаль тебя Я красавица В этот парк Не привез Снегопада Как школьники Пишут Небо Тетрадь Как с тобой В сокольниках Я хочу Погулять Твой голос Счастье Огром Может Может осень Так играет Расставляет Нам преграды В виде парков В виде скверов До скамейк Одиноких Мы подумаем О рае Раз пятнадцать Двадцать Кряду Принимая Все на веру Да слагая Мысли В строки Мы присядем На скамейку Листья красные Не греют Или греют Только душу Но ведь мысли Есть о хлебе Ты надменно Выгнешь шейку И над старой Аллей Бог осень В раз потушит Да едины Звезды В небе Большое достижение Я считаю Для нашего региона Это конечно Областной Молодежный Литературный Конкурс Первая роса У конкурса Солидная Богатая история Он уже проходит Около двадцати лет Его организовал Ныне покойный Но от этого Незабытый Журналист Писатель Поэт Андрей Безденежных И даже несмотря на то Что Андрея Безденежных С нами уже нет Конкурс продолжает жить Во многом Стараниями Его матери И в прошлом году Благодаря поддержке Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова Конкурс получил Финансирование То есть теперь В каждой Из номинаций А их три Это поэзия Проза И иной жанр Есть призовой фонд В размере Тридцати тысяч рублей И в этом году Мы впервые Вручали Эту Премию Первая роса Вот И мы по достоинству Отметили Лучших Молодых авторов Это Анисия Матлина В номинации Поэзия Ирина Келиш В номинации Проза И Сергей Николаев В номинации Иной жанр Я очень надеюсь Что эти Молодые авторы Будут продолжать Свой творческий путь Что конкурс Первой роса Станет Для них Ступенькой Трамплином В большое будущее В русской Литературе Сейчас В планах В планах Совета молодых Литераторов В Ленской области Создание Литературной студии На базе Союза писателей России Дело в том Что С прошлого года Союз писателей России Имеет свое Помещение В дворце Книги Вот И Мы решили Что На базе Этого помещения Вот такого Литературного Который находится В самом сердце Старого Симбирска В храме Книги Мы будем Проводить Литературную студию Для молодых Писателей Поэтов Потому что Молодому Человеку Который только Пришел в литературу Очень важна Профессиональная Консультация Очень важен Профессиональный Рост Очень важен Взгляд со стороны Взгляд со стороны Может быть не только Зрелых мастеров Но и взгляд Его же Сверстников Его же Коллег по Перу Потому что Когда пишешь Не всегда замечаешь За собой Какие-то Может быть Неточности Неровности Ну и вообще Когда человек Приходит в литературу Ему Просто необходимо Показать Направление Задать вектор И В начале сентября Мы планируем Первый сбор Литературной Студии И всех приглашаем Всех молодых Пишущих Мы всем очень рады И я думаю И я думаю Слов Потому что Потому что В длительной Прогулки Главная Попутчица Любовь Ну и еще Тогда Несколько стихов О России В смысле жизни О времени Почему так темно Что не видно Ни белого снега Ни худых фонарей Как лампады Горевших вчера И о счастье земном О любви О судьбе человека Размышляешь Всю ночь Как влюбленный Прождав до утра Но никто не придет И не скажет Заветного слова И не скажет Ложись До рассвета Лишь пару часов В час быка Ты поймешь От всего Отрекнувшись земного Вечно наша страна Но такая Короткая жизнь Быстротечно Она На нее Мы оглянемся Сами И поймем Что прошла И растая И отцвела Над Россией Весна Пусть она Голубыми ветвями Обнимает страну Что проснется Предвестие тепла На Радоницу Сухо И тепло Спят облака В небесной колыбели И я смотрю Сквозь чистое стекло На светлые Апрельские недели Забыть про все И вспомнить И вспомнить только тех Кто далеко Но все же очень близко А солнце Затерявшись В высоте Для всех усопших Станет обелиском Поет весна Прохладным ветерком Уходит вдаль Пасхальная неделя И мы когда-то Будем далеко На Радоницу Встретимся В апреле И перестанем Дни свои считать И тихо скрипнет Ржавая Калитка Потомков юных Чистые уста Прочтут Полузабытую Молитву Мы сидели на старом диване За окном Занимался рассвет И я думал А кем же мы станем Через год Через тысячу лет Мы откроем секреты Вселенной И забудем о них Навсегда Будет молодость Наша нетленна Как в предутреннем Свете Звезда Но истрел В руках сигареты И растаял Во мгле ее дым Расскажи Хоть какие секреты Но не будешь Всегда молодым Наша молодость Тает как спичка И бледнеет Заря за окном Наших душ И сердец Перекличка Этим белым Закончится днем В синем небе Летают планеты Мигает Как лампа звезда А от синего Яркого света На секунду Мне сводят глаза Я верю Что все неизменно Через год Через тысячу лет Будет молодость Наша нетленна Будут звезды Планеты И свет Мы благодарим Александра Дашко За участие В нашей программе И хотим пожелать ему Так же Как и другим Молодым Талантливым литераторам Горячо жить Писать Дышать И ощущать Восходящую Линию Жизни Спасибо Дорогие друзья За внимание До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok